река керак на девятьсот шестьдесятом километре у нас небольшой реверс благо встречек нет обошли без проблем и наконец-то кажется кажется но наконец-то наступила ровный асфальт наконец-то мы перевалили тысячу которая оставалась до 4 и смотрите какой красивый зеленый лес просто сказка не хватает только очередной порции дождя чтобы смыть без билетных пассажиров с лобового стекла 18 градусов за бортом вот они и полетели 14 никто не хотел без фуфа и клетать находим и 939 километр дорожной работы небольшой реверс ну как небольшой одна полоса вообще закрыта так кто тут регулирует никто не регулирует встает по ходу по свеженькому асфальту мы поехали под горку регулировщик с той стороны непонятно кто с какой страны там никто не регулирует машина стоит и как нам ее объехать немножко отъехал назад а здесь у нас как же тут мы будем разъезжаться спасибо с той страны каток и с этой страны каток не надо не надо не надо дорожник там рванул был у нас объезжать мы тоже хотим ехать не за погрузчиком пойдем вот так как-то немножко разобрались непонятно на таких участках вообще-то должны стоять два регулировщика по крайней мере один который должен оттормаживать основное движение а здесь получается вообще никого только яма и кочки с мостами надо быть аккуратнее уже в этом убедились не раз тут визуально может быть так все обманчиво что потом дорожным службам можно и через сплошную ездить у них свои правила дорожного движения и для чего надо было обгонять чтобы сразу уйти на поворот вот этого непонятно чем логика у человека было так спешил так спешил что через сплошную и перед поворотом но все равно надо обогнать подъезжаем мы к очередному посту дпс их здесь очень мало но они есть так грузовых тут скорость 30 километров в час давайте найдем уйдем на эту полосу и поедем потихоньку 30 километров в час стоянка тут большая видно что не говорится спокойненько стоит а тут у нас с металлолом ремонтируется как-то странно загнали не на ту площадку на эту куплю топлива да вот сюда уже не заедешь под крышу написано три с половиной метров высота хотят чисто визуально больше как раз мерседесик стоит заправляется с танкеткой какой-то на тралле что красивые виды открывается опять у нас ски все еще в этом солнечную погоду я чуть-чуть они тут не поцеловались вот вам пожалуйста правый руль он выпрыгивал чтобы посмотреть вперед но не посмотрел назад в это время как раз обгонял его обгонял другая тойота друзья посмотрите опять у нас очень красивый вид 3d правда быстро мы спустились со склона и этот красивый вид закрылся большими окружающими дорогу деревьями даже они это смотрите какие красивые блестят лучах такого приятного летнего солнца температура за бортом по-прежнему 22 градуса на часах ровно 11 часов по москве по местному 17 наш круиз продолжается по ровной приятной дороге но только на этом участке но не забывайте что на мостах да проезжаем мы 819-й километр ровно столько осталось у нас до 4 не забывайте на мостах притормаживать если конечно вы едете на джипе этого можно и не делать вы перепрыгните эти мосты даже не заметите но на фуре бесследно это не проходит что-нибудь обязательно где-нибудь в кабине улетит и подходим к очередному повороту к спуску я думаю что сейчас откроется у нас еще одна красивая картина нет, деревья тут такие интересные по-моему листьями стоят в основном я честно говоря сильно в деревьях не разбираюсь но то что вижу стараюсь вам показать река Халан единственный мостик где мы почти проехали ровно и смотрите какая красота и смотрите какая красота и вы что и что вы Субтитры подогнал «Симон» 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 что покрывается дорожное полотно новым асфальтом но вот волны как они были так даже на новом асфальте остаются чтобы этого не было надо подушку вскрывать все это выравнивать а потом уже сначала грубым слоем асфальта покрывать а потом выравнивать если вот так сверху на то что уже и так кривое так она и будет какой он бесстрашный прямо с лопатой бросился ух ты сколько намотает сейчас на колеса то потом это все скорости начнет отлетать вместе с камнями вроде как залили гудроном да и уже колесами весь растащили интересно прилипнет или не прилипнет если гудрон налили вот такую пыль то мне кажется смысла нет никакого так уже весь весь отвалился есть уехал на колесах сам асфальщика потихонечку не поднимая пыли прокатиться мимо коллег самое главное чтобы как никакой и швырнуть стекло которому прилипнуть вместе с этим гудроном на колесо виды здесь конечно классный друзья мы подходим к границе на морской области за байкальскому краю вот она стела до свидания амурская область и все это у нас происходит на семьсот сорок первом километре ровно столько осталось до города чето догнали мы трал который тащит мощный кран идет тяжело немножко обойдем солнышко у нас ушло за тучи но пока еще не за горизонтом а на часах восемнадцать сорок по местам мы продолжаем наше движение по трассе гер двести девяносто семь друзья на часах полдесятого вечера и мы сделав ой какие красивые виды здесь мы сделав небольшую паузу для того чтобы пообедать но по местному конечно поужинать и заодно очистить нам лобовое стекло от всякой летающей нечисти чтобы она не портила нам панораму мы тронулись путь проходим а 683 километр и посмотрите какой у нас классный закат закат солнце зашло за за байкальские сопки и наверное еще полчасика полчасика мы сможем полюбоваться здешней природой и вот такой прекрасной даха дорогой мягко сказано то что амурские волны они начинаются уже здесь уже здесь точнее начались они еще с 1313 километра и до сих пор мы периодически по ним плаваем или лучше сказать скачем и пока солнце не села давайте полюбуемся рекой амазар мазар смотрите какой классное русло и и еще красивше закат вот это прям огонь и с другой стороны русло убегает вдаль и даже под мостом но какая-то автомобильная грунтовая дорога да все бы ничего дорога у нас идет с переменным успехом то я мы только на вы но как люди писали в комментариях что вам по посмотреть лет 15 назад какая здесь была дорога когда люди две недели ехали до владивостока точнее там даже не так было сказано до владивостока там и сейчас практически 10 дней едем если не больше нам было про короткий участок сказано с боюсь ошибиться про какой где был до того плохой участок что заезжали только успевали заезжать на шинке и ремонтировать колеса сейчас слава богу везде асфальтовое покрытие твердое есть конечно участки где еще идет ремонт даже мы проезжали по щебенки по щебеночным участком вахты вот это зрелища камера не может передать всей красоты потому что здесь сливается все а вот когда смотришь прямо натуральную величину вообще закат классный домогоча нам остается 100 километров не знаю где будем сегодня ночевать но пока есть возможность надо постараться как можно дальше пройти эти сложные участки вроде так по покрытию ты и не скажешь что они сложные везде где мосты через реки или те же самые путепроводы везде присутствуют трамплины как ни крути редкий раз ты проедешь не подпрыгнув так что заранее сбавляйте скорость и потом вот так в горку с нуля начиная мы идем в затяжной подъем а у нас тут печалька америка пробил заграждение ушел в кувет слава богу не перевернулся за партнером за неприятный